Александру Хорошавину предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, а Андрею Крамову в посреднице при получении этой взятки. По версии следствия, еще в 2011 году Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, через Андрея и Крамова выдвинул незаконные требования руководству общества с ограниченной ответственностью с Сахалинской компанией «Энергострой» о передаче ему взятки в размере 6% от сумм, которые будет получать эта компания на основании ежемесячных актов, выполненных по контракту работ. В результате, только за два года через посредника, которым выступил Андрей Крамов, Хорошавин получил взятку в размере более 5 миллионов 600 тысяч долларов США за совершение действий в пользу общества с ограниченной ответственностью с Сахалинской компанией «Энергострой». По уголовному делу во взаимодействии с ОСБ и ФСБ России был проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также большое количество ювелирных украшений, дорогостоящих наручных часов, телефонов и других предметов роскоши. Следствие проверяет происхождение всего этого имущества, а также недвижимости, принадлежащей членам семьи Хорошавина. При этом я хотел бы отметить, что официальный совокупный доход семьи губернатора за последние 4 года, то есть в течение которых приобреталась основная масса объектов недвижимости, не превышает 50 миллионов рублей. Однако стоимость этой недвижимости, ценности и сумма наличных денег, изъятых при обысках, даже по самым скромным подсчетам, на несколько порядков превышает указанную сумму. Одна из версий происхождения такого богатства поставлена в регионе на поток так называемые откаты от представителей предприятий и организаций. И отдельно хотел бы еще сказать, что после задержания Хорошавина в адрес следствия поступает значительное количество обращений о его незаконной деятельности на посту губернатора Сахалинской области, которые в настоящее время следствием проверяются.